Кто-нибудь дома? Добрый день, как вас зовут? Луиза, очень приятно. Причастны ли вы к этому прекрасному мультику? Люся, кто озвучивает маму, моя очень близкая подруга, и я за нее безумно рада. Скажите, трудно было бы озвучивать мультик? Мне кажется, очень трудно. Я когда услышала, что она планирует озвучить мультик, я была в шоке, потому что я бы вообще не смогла бы это сделать. С кем вы сегодня пришли? Я пришла с подругой и с ее ребенком. Что ожидаете от сегодняшнего мультика? Положительных эмоций. Спасибо, до свидания. Спасибо. Я хочу быть барабончиком и барабашить палочками. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Елена Бирюкова, я актриса. Кого вы озвучивали в этом мультике? Я в этом мультике никого не озвучивала. Ну, в моей, так скажем, практике было озвучание двух мультфильмов. Гроза муравьев, я муравьиху озвучивала. И чемпион, маму главного героя. Кем вы сегодня пришли на мультфильм? А вот убежали, вон моя дочь и ее подружка. А как вы думаете, какой будет мультик? Ну, надеюсь, что веселый и смешной и интересный. Спасибо, до свидания. Он слабый и в целом бесполезный, но мы это исправим. Коплата наличная. Трехразовое питание включено. Трехразовые поболее. Добрый день, как вас зовут? Люси Лова-Лова. Кого вы озвучивали в этом мультике? Главную героиню, маму. А как ее зовут? А вот вы зайдете на мультик и посмотрите. Вот, вот, как раз, как раз. Дай, дай, дай. Ха-ха-ха. А каково было озвучивать вашу героиню? Вы чем-то похожи? Да, у моей героини, она, во-первых, супермама, у нее трое детей, а у меня в жизни двое. Вот. Очень классно. Заточите ножи и приготовьтесь отведать особое мясное блюдо. Мясное? Звучит круто, босс. Но как же лесное соглашение? Охота запрещена. Но теперь пришло время. Всем привет, меня зовут Ряжская Елизавета. И сейчас мы находимся в иллюзионе на премьере мультфильма «Зверолэнд». Эта веселая история рассказывает об угрозе мирной жизни в «Зверолэнде». Очень крутые приемы, тяжелые тренировки, милые персонажи, которые вам точно понравятся. Давайте узнаем у наших первых зрителей, чем же закончится их перемирие. В школе слабый должен стать сильным, а сильный должен помогать слабым. Этот новичок нас скорее сожрет, чем помьет. Эй, прекрати! Твой главный враг – это всегда ты сам. Это значит, я должен драться сам с собой? Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Сеша. Расскажи немного о себе. Ну, я пою, танцую, играю на музыкальных инструментах. И вот сейчас только недавно начала заниматься профессиональными танцами. И у меня уже в субботу будет выступление. Как тебе премьера мультика? Очень понравилась, очень крутой мультик, веселый. У тебя уже появился персонаж, который тебя впечатлил и понравился? Наверное, мне очень понравился бегемот. Я не помню, как его зовут, это белый бегемот. И мне понравился вот этот маленький козленок с соской. Я не знаю, он молчит, конечно, но он милый. Посоветуешь ли ты пойти на мультик детям, взрослым? Да, вот детям пойдет, потому что он поучительный и очень прикольный. Как ты думаешь, а чему он может научить? Мне кажется, он может научить тому, что не надо обижать каких-то младших людей, которые слабее тебя, а нужно, наоборот, за них заступаться. Спасибо тебе большое. Да, но какой идиот сунется в мои владения? Мы должны повернуть назад. Я добуду нам немного свежей козлятики. Привет, как тебя зовут? Роза. Как тебя зовут? Валя. Поделитесь своими впечатлениями о мультике. Веселый, позитивный. Веселый и позитивный. А как тебе мультик? Ну, веселый. А какой персонаж вам больше всего понравился? Зайчик. А тебе? Тоже. А чем тебе понравился зайчик? Ну, миленький, хороший. А тебе? Ну, он... Ну, он хороший. Милый. Ты научился, да? Да. Спасибо вам большое. Так и собираешься быть слабым? Да, наверное, собираюсь. Не собираюсь. Не собираюсь забираться. Собираюсь забраться. Собираюсь. Собираюсь. Мы можем спасти этих невинных детей. Привет, как тебя зовут? Ульяна. А тебе понравился мультик? Да, очень. Какой твой любимый персонаж? Мне больше всего понравился бегемот. Смешной. А чем тебе понравился бегемотик? Ну, потому что он такой стеснительный, а в конце он как бы начал уверен в себя, начал становиться. А ты бы хотела научиться гунг-фу? Да. А если бы ты хотела им научиться, то на кого бы ты равнялась из персонажей? Не знаю. А ты поняла сразу, кто скрывался под маской? Пока нет. Не сразу. Удивила, когда узнала? Да. Спасибо, пока. Должны держаться вместе. Здравствуйте, как вас зовут? Маша. Меня Лена зовут. Поделитесь своими впечатлениями о фильме. Очень добрый, прикольный фильм. Ну, я вообще всегда жду счастливый конец. Здесь он счастливый, поэтому нам понравилось. Какой из персонажей вам понравился больше всего? Ну, вот этот пухленький белый бегемот. А мне мама-коза понравилась. Хотели бы вы научиться гунг-фу? Нет. Нет, гунг-фу, наверное, нет. Советуете ли вы посетить этот мультик с семьей, с друзьями? Да. Обязательно, обязательно. И посоветую. Как вы считаете, чему научит этот мультик? Гунг-фу научит. Что он сказал? Гунг-фу научит. Ну, гунг-фу не научит, но научит, наверное, сплочению, да, то, что работа в команде, она всегда приносит какой-то больший успех. Ну, то есть, как бы вот что-то в таком ключе, наверное. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Ты напугал моего братишку, хулиган. Спасибо. 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 Спасибо.